Времени в романе Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот». Пожалуйста, Татьяна Александровна. Да, спасибо большое. Я всех приветствую. И я жалею, что я не с вами, но я просто только что приехала с другой конференции и не успевала, к сожалению. Пространство за пределами времени в романе Достоевского «Идиот». Практически в каждом произведении Достоевского присутствует описание или сцена, как бы не имеющая отношения к сюжету. Избыточные для него. Непонятно, зачем вдруг возникшие в движении повествования. Причем эта избыточность и случайность или случайность специально подчеркнуты автором. Сцена или описание часто бывают прямо в тексте, названные непонятно, почему здесь присутствующими. Такие сцены – это ключи к иному уровню текста, к тому высшему сюжету, который кроется за сюжетом внешним и тривиальным. Такие сцены, задавая иной уровень восприятия текста, позволяют читателю увидеть фантастический, то есть невероятный для тривиального ума, сводящего все к привычному уровню восприятия, смысл сцены событий, которые автор непременно дает возможность как-то объяснить и на самом тривиальном уровне. Но как раз тогда тексты Достоевского воспринимаются как перегруженные, непоследовательные, непонятные, и он в конце концов объявляется плохим писателем, поскольку читатель не в состоянии, оказывается, обнаружить в его текстах связанность и смысл, которые на этом уровне и не могут быть отысканы. Само слово «фантастический» Достоевский объясняет как имеющий отношение к концам и началам, которые для человека вещи и действия неизменно выходят за пределы тех причин и следствий, которые можно обнаружить в горизонтальной действительности или, как говорил Достоевский, в насущном, видимо, текущем. Фантастический для него – это имеющие отношение к тем концам и началам, которые связывают все здесь присутствующее с вечностью, делают любое событие частью гораздо более сложного сюжета, разворачивающегося на нескольких уровнях бытия. Реализм в высшем смысле, как определяет свой творческий метод Достоевский, это и есть, собственно, выход из плоскости насущного, видимо, текущего, многомерную реальность. Реальность связи всего со всем, связи такого уровня, когда, как скажет уже гораздо позже старец Зосима, все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Есть, конечно же, такая сцена в романе «Идиот». Причем в этом романе она выделена дополнительно, особо и специально. Можно сказать, что она образцовая для всех подобных сцен. Это сцена размышления Мышкина о минуте перед припадком. Достоевский прямо и настойчиво проговаривает, что это размышление есть по видимости, уход князя от необходимых сиюминутных мыслей в область по-видимому, совершенно с ними не связанную. Князь находит себя стоящим перед лавкой с ножом, таким же, как тот, какой он только что несколько раз брал в руки в доме Рогожина, а тот у него его из рук врывал. Раздраженный его, нельзя сказать вниманием к этому предмету, потому что князь захватывал его машинально, но именно тем, что нож оказывался у князя в руках. У князя в руках. Я бы так поставила ударение. Этот нож продолжает привлекать князя почти мимо его сознательного внимания и далее на улице. К лавке князь возвращается уже специально, осознав, что только когда отошел от нее на 50 шагов свое бессознательное перед ней стояние и разглядывание предметов 60 копеек, которые он теперь упорно не хочет называть ножом. А прежде, в доме Рогожина, он настойчиво подыскивал тому же ножу созидательные функции. Очищение живого от мертвого, от мертвого – это садовый нож, и открытие знаний, разрезание страниц книг, чтобы их было возможно прочесть. И это уже после того, как Рогожин сказал, что Настасья Филипповна идет за него именно потому, что за ним нож ожидает. И Достоевский пишет «Все это надо скорее обдумать непременно. Теперь ясно было, что ему не померещилось и в вокзале, что с ним случилось непременно что-то действительное и непременно связанное со всем этим прежним его беспокойством. Но какое-то внутреннее непобедимое отвращение опять переселило. Он не захотел ничего обдумывать, он не стал обдумывать, он задумался совершенно о другом». Заметим здесь, этим отказом князя «обдумывать насущное» совершенно открыто обозначен уход от внешнего и поверхностного сюжета. Потому что на самом деле он задумался вовсе не о другом, как мы увидим далее, а задумался на другом уровне. На том, на котором только и можно было обрести решение, вставшие перед ним проблемы. Отметим здесь отчетливое противостояние, противопоставление слов «обдумать» и «задуматься». «Обдумать» слово как бы закручивает мысль вокруг конкретного предмета или события. «Задуматься» как бы уводит мысль вглубь, на другой уровень, через границу. Слово «заграница» и вообще очень важный и весьма двусмысленный концепт романа «Идиот». И Достоевский продолжает. «Он задумался, между прочим, о том...» И здесь надо сказать, что эту фразу нельзя цитировать по 30-томнику Достоевского, потому что там, между прочим, выделили запятыми, сделав вводным словосочетанием и привнеся тем значение необязательности. «Задумался, между прочим, о том, да, тогда как у Достоевского здесь субстантивированная прилагательность к предлогам, заключающая в себе смысл выделения одной мысли среди других, указание на нее как на находящуюся непременно в окружении других, связанную с ними и каким-то образом их центрирующую». Так вот, задумался он о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком, если только припадок происходил наяву, когда вдруг среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягалась разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшееся как молния. Отметим, здесь это продолжавшееся. Молния сверкает мгновенно, но при этом как бы разворачивается в пространстве, разделяя темное от туч низко небо. Молния – один из зримых образов времени, становящегося пространством, то есть превращающегося из вектора нашего принудительного движения в область нашего пребывания и свободы. Ум, сердце, продолжаем, да, озарялись необыкновенным светом. Все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды, никогда не более секунды, с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии уже в здоровом состоянии, он часто говорил себе, что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и высшего бытия, не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния. А если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел, наконец, до чрезвычайно парадоксального вывода. Что же в том, что это болезнь, решил он, наконец? Какое до этого дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонии, красотой, дает неслыханное и негаданное, да то ли, чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного свития с самым высшим синтезом жизни. Здесь еще нужно одно пояснение, потому что в 30-томнике практически во всех изданиях советского периода написано и восторженного молитвенного свития с самым высшим синтезом жизни, с пояснением, что у Достоевского тут опечатка во всех источниках. Это очень интересное объяснение. Я до момента встречи конкретно в этом месте с ним ни разу его не встречала у текстологов. Это связано просто с непониманием значения слова, которое Достоевский здесь использует, потому что здесь встревоженность воспринимается на фоне, конечно, французского слова, которое сейчас вошло в русский язык, как слово «алертность». То есть это в высшей степени активное и настороженное состояние, состояние на страже, я бы сказала, и это здесь для понимания этого отрывка у Достоевского очень важно. Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно красота и молитва, что это действительно высший синтез жизни, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания. Если бы надо было выразить это состояние одним словом, самосознание и в то же время самоощущение высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент перед припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе, да, за этот момент можно отдать всю жизнь, то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Если, с одной стороны, Достоевский выделяет эту сцену из текста словами об уходе от размышления о насущном в горизонтальном плане, в плане земных и рациональных причин и следствий, то, с другой стороны, то есть буквально с другой стороны, после этой сцены, да, эта сцена выделена прямым обращением к 10 главе Откровения Анны Богослова, ибо завершается она следующим образом. В этот момент, как говорил он однажды Рогожину в Москве, во время их тамошних сходок, в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, прибавил он, улыбаясь, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозрить все жилища Аллахова. Здесь важно заметить, что прибавленная отсылка к истории Магомета это истолкование фразы из апокалипсиса, которое совсем нетривиально, поскольку большинство толкователей и сейчас большинство исследователей говорит здесь об истечении времени, о прекращении обсручки. Герой же Достоевского понимает ее именно как выход за пределы времени. Да, в Москве они часто сходились с Рогожиным, говорили не об одном этом. Рогожин давеча сказал, что я был ему тогда братом, это он в первый раз сейчас сказал, подумал князь про себя. Чуть далее тема братства с Рогожиным будет повторена в тексте, чтобы читатель не упустил ее из виду. Это настойчивое сближение темы выхода за пределы времени и темы братства, то есть максимально возможного человеческого единства, совместности и открытости, мысли князя вовсе не случайны. Напомню, что 10 глава апокалипсиса это та глава, где Иоанн услышал сказанное семью громами, но ему было велено единственный раз во всем апокалипсисе это скрыть и не записывать, потому что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Для Достоевского, если только мы вспомним запись «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей», тайна Божия и есть тайна человеческого инобытия за пределами времени, где мы будем литься, не переставая сливаться со всем, то есть где сохраняются все личностные центры, но уничтожатся границы, делающие людей отдельными и непроницаемыми для чувств и волевых импульсов, исходящих из другого личностного центра. Не случайно в ходе дальнейшего пути князя к встрече с Рогожинским ножом он будет думать, да, надо, чтобы теперь все это было ясно поставлено, чтобы все ясно читали друг в друге. В таком свете становится ясно дальнейшее. Рогожинский волевой импульс начинает быть все более доступным князю во время его похода к дому Настасьи Филипповны, что описывается как привязавшийся к князю демон, уверяющий его в намерении Рогожина совершить убийство. Одновременно все более продолжается момент выхода князя за пределы времени в минуту, все более приближается, простите, момент выхода князя за пределы времени в минуту, предшествующую эпилептическому припадку. Момент, в который князь оказывается вошедшим в истинную природу человека, в неразделенное единство человечества и способным перехватить управление у другого заблудшего личностного центра, устремившегося во мрак. В последнюю минуту князь силой поворачивает Парфена ближе к свету, потому что яснее хотел видеть лицо. И в момент крика «Парфен, не верю!» необычайный внутренний свет озаряет душу князя. И он не только отклоняет своей волей уже падающий на него нож, но этот нож внезапно оказывается и не вынимавшимся из книги, в которую заложил его Рогожин, вырвав из руки князя, и уже вплоть до того момента, как к Рогожину придет убежавший из-под венца Анастасия Филипповна. Так выход за пределы времени позволяет не только прекратить убийственное и самоубийственное движение другого человека, но и сделать его вовсе не бывшим. Спасибо. Спасибо вам большое. Переходим к следующему докладу, коллеги. Диана Камяти. Я правильно произношу? Да, надеюсь, если я не правильно, извините. Фактически. Спасибо.